В Закарпатье судятся за горнолыжный курорт. Он еще в проекте, но уже разделил местных на два лагеря. Одни ждут рабочих мест и потока туристов, другие предупреждают об угрозах экологии. Первое судебное заседание состоялось на этой неделе. Как все прошло, расскажет Марина Коваль. В Закарпатском админсуде активисты и экологи, более 20 человек. Это группа поддержки депутатов Лопуховского сельсовета. Те оспаривают решение Раховской и Тячевской райгосадминистрации о строительстве на Свидовецком хребте горнолыжного комплекса. Аргументы представителей райадминистрации узнать не удалось. Ни один из ответчиков в суд не явился. Горнолыжный комплекс, из-за которого разгорелся спор, должен стать самым высокогорным и большим в Украине. Рассчитан на 28 тысяч туристов, сотни подъемников, десятки отелей и ресторанов, дороги и даже аэродром. А еще пять тысяч рабочих мест. Поэтому председатели сельсоветов и немало местных жителей идею поддержали. А вот экологи энтузиазма не разделяют. Мол, высокогорный курорт – угроза для природы. И не только из-за того, что придется вырубить часть леса. На сегодня уже в горских селах Раховщины есть проблема с водопостачанием. В сухий период колодязи сухие. Заявлена достаточно высокая цифра забора воды. Выникает вопрос, если будут такими темпами выкачиваться надра, тогда что остается для людей, которые живут внизу? С доводами экологов не соглашается закарпатский губернатор. Где в Рахове, что побудовать? Химзавод. Если сегодня, в этом году, витровал, поклав лесу и перемолол больше, чем весь курорт разом взятый. Это высота после 1400 метров, почти ничего не растет. Судьи предлагают сторонам услышать друг друга и подписать мировое соглашение еще до начала разбирательств. Но для этого, как минимум, нужно, чтобы ответчики пришли на заседание. Следующие назначили на 4 декабря. Марина Ковальц, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, Юрий Ковалев. Подробности – телеканал «Интер».